Так заканчивалась история с благоустройством территории на углу академической маршала Говорова. А начиналось все с того, что в начале недели в данном месте появился забор. Затем за забором образовались траншеи. По словам местных жителей, были также уничтожены зеленые насаждения. Люди протестовали, перекрывали дорогу. В результате произошел конфликт с представителями охранной фирмы Сапсан, которая остерегла объект. Один из противников пристройки получил несколько ударов ногами. Однако полиция задержала вовсе не нападавшего, а экоактивиста Владислава Болинского, который поддержал протест людей. Это корочка похожая на удостоверение, да. И вы человек похожий на органы государственной власти, потому что по вашим действиям, по вашим действиям, вы потом пересмотрите, там написано то, что вы слышите, я не увидел, чтобы ваши действия совпадали. Послушайте, они просто начали избивать человека, а полиция, которая там была, патрульная служба, девочка такая маленькая и парень, они просто их замесили, прижали к забору и они ничего не смогли, по сути, сделать. То есть человек так и остался побитый. Люди, которые его избивали, не были задержаны. Вместо этого патрульный начал кричать на вот этих бабушек, которые там были, что за то, что они ругаются, они на них составят админпротокол. Местные жители уверяют, что собственник квартиры на первом этаже хочет переоборудовать жилье под офис, захватив придомовую территорию. Если эта земля 6 метров под домом относится к ОСМД, дальше вот эта уже земля относится к городу. Просто она в ОСМД, в оперативном управлении, то есть мы ее обязаны убирать. Первый ответ был, что значит это восстановить обязана ОСМД Одесса-11, а чтобы не велась стройка, контроль должен проводить ЖКС Фонтанский. В пятницу 20 ноября на место событий прибыли активисты, потребовав разъяснений, на каком основании ведутся работы. Представитель собственника квартиры, некоего господина Гайдуковича, показал документы на благоустройство и на квартиру. Однако на рытье траншей, вероятно, под бетонный фундамент. Разрешение на спил деревьев и установление забора у юриста не оказалось. После того, как подтвердилось, что работы ведутся незаконно, вспыхнули массовые столкновения. Несколько десятков активистов начали ломать забор, а порядка 20 сотрудников фирмы Сапсан пытались им помешать. С обеих сторон летели камни, доски, оппоненты распылили слезоточивый газ. Охрана стреляла в воздух из пистолетов. Вялые попытки правоохранителей разнять противоборствующие стороны ничем не увенчались. Забор был окончательно сломан. После этого градус конфликта утих. Скорее всего, это конец истории скандального благоустройства. Но полностью быть уверенными в том, что собственник квартиры не попробует вновь возобновить работы, мы не можем. Отмечу, что по неофициальным источникам предприниматель является близким родственником директора городского департамента культуры и туризма Татьяны Марковой.